В первой периоде, я думаю, там очень много меньшинства. Три или четыре, потом ЦСКА забыло, второй тоже, там шесть игроков на льдом или пять. Я думаю, как у нас были большинство во втором периоде, там надо забыть. Потом, в третьем, мы начали чуть-чуть хуже, как хотели. Но после, как мы забыли, там 2-3 минуты хорошо играли с нашими странами. Неудобно в войне. Ты не замерз, потому что в первом и втором периоде всего 11 бросков было по твоим воротам. И два из них, к сожалению. Ну да, но в первом периоде очень много в нашей зоне играли. Знаете, ЦСКА не бросали, но там катались, катались. Мне тоже надо кататься, кататься за первом этаже. Ну вообще, хорошая была выездная серия. И сегодня, в принципе, команда там держалась в игре. Ты чувствуешь то, что вы идёте нормально, всё в порядке? То есть вот этот вклад, когда это было три, и он пройден? Ну да. Ну да, но у нас сейчас ЦСКА, последующая игра ЦСКА. У меня много очка в каждой игре. Надо смотреть, какой соперник у нас. Сейчас такая игра на выезде, но дома. Много болельщиков мне нравилось играть сегодня. Что мне нравилось сегодня, тоже блокированные броски. Я думаю, там 24 или так. Сегодня и в Братиславе тоже самое. И это мне как ратарью, это большая помощь. Юлиус, можно было прочитать Григориенко, когда он бросал? Или там был он настолько без шансов? Ну, первый хороший бросок там. И второй, я думаю, там попала клюшка у Калинина. Он такой, хороший бросок у него. Мы это знали и смотрели на видео, но... Не надо такое множество. Шесть игроков на льду это... Такое... Плохое. Есть вопросы ещё? Спасибо.